Привет, мои дорогие друзья и зрители! Мы летим в Испанию. Сначала в Барселону, а потом на Томерифе. Что нужно, чтобы посетить Испанию? Прежде всего, нужно зайти на сайт здравоохранения Испании и заполнить форму и получить QR-код. Заполнить форму очень просто. Если вы российские граждане, пишите российский паспорт и отвечаете на все вопросы, которые вам задают на этом сайте. Что очень важно, вы должны заполнить форму на сайте за 48 часов до вылета. Вы должны зарегистрироваться на рейс и иметь места, которые нужно указать в этой форме. Мне кажется, уже приземлились. Прямо около моря. Ой, как мы шадарахнулись. Ну да, крепко. Крепко, крепко. Мы прилетели в Барселону. Вот аэропорт Барселона. Вон там наш самолет. Пойдем на паспортный контроль. Поэтому мы идем вниз. Вот он пограничник. Сейчас будем проверяться. Контроль санитарный. Насколько народу. Весь рейс. Поскольку Болгария в красной зоне, теперь весь рейс проверяют на выборочные. Даже говорят, будут делать тесты. Еще очень важный момент. Вы не должны вылетать из страны, которая находится в красной зоне по ковиду. Болгария вошла в красную зону буквально перед самым нашим отлетом. В Испании делают выборочные тесты. Для них зеленый сертификат действует в ограниченном объеме. Поэтому с самолета берут часть людей и отправляют их на тесты. Причем нужно ждать. Если вы попадете в этих несчастливчиков, как я, то вам придется посидеть и подождать. Итак, не забудьте, что вылетать вам следует из зеленой зоны. И пробыть в этой стране вам нужно не менее двух недель. Вот этим людям не повезло. Они сейчас пойдут делать тесты. Мы покидаем аэропорт Барселоны и отправляемся в отель. Вот тут видно такси. Вот тут видно такси. Она срогла. Это кому? Тебе? Может, позвоню тебе. Да? Угу. Мы, наверное, уже все сняли. Вот так вот. Тут еще есть три остановки. Раз, два, на третий. Нужно входить и выходить. В автобусе нужно входить на остановку. А билеты покупать тоже. Или в автобусе, или на остановке. Мы купили в автобусе, как всегда. Вон там видно стоимость билетов. Один билет. Один билет. Десять двадцать. А автобус идет тридцать пять минут. Ее-е-е-е-е-е-е-е-е-е. А автобусе. Водитель дал там табло аэропорт. И там видно, кто летит куда. Пусть все приехали в аэропорт. Аэропорт, терминал 2. Наш автобус. Тут же и посадка происходит. Терминал 2, цифра B. Тут прямовыезд. Аэропорт 2TB. Который идет на площадь Каталиния. Аэропорт 2TB. Все покупают бюлочки. Мы в аэропорту Барселоны. Терминал 2. И сейчас мы будем искать наш рейс. Это, наверное, наши районеровцы. А я все пытаюсь снять этого коня. Вот эта скульптурка. По-моему, сколько раз мы бываем в Барселоне, столько раз я пытаюсь его снять. Сейчас мы его снимем таки. Облетим коня вокруг. Вот такая лошадь тут у нас в центре. Надпись. Кабала. Фернанда. Вот так вот выглядит профиль на таком постаменте. В общем, я его со всех сторон. Обфоткала коня со всех сторон. Вот так вот я станем. Так, мы пошли искать свою стойку регистрации. А, вот там. Народ собирается там. Но это не одним летим. Видишь, тут еще кто-то. Это Амстердам. Амстердам, да. Так, ну а мы сейчас будем смотреть. Да, 12.35. То есть вот отсюда, Тенерифе 2-го терминала. Аэропорт Эль-Прант. Летит 12.35. Основной терминал, говорю, Т1. Вообще-то терминал теперь для тех стран, которые не входят в Евросоюз. И, видимо, для местных линий. Потому что это не Рифи, это внутренняя испанская линия. Так, сейчас будем показывать посадочные талоны. Так, все. Досмотры прошли? Успешно. Успешно. Раздели до трусов. Хотели рюкзак вытряхнуть, но не вышло. Ну еще, все нормально. И уходим теперь на посадку. Паспорт никому не показывали. Достаточно было нашего посадочного талона. Никаких QR-кодов, никаких пока, во всяком случае, никаких этих зеленых сертификатов. Правда, я его при регистрации загружала. Поэтому... Но сейчас никто ничего не попросил. Смотри. А, и вы говорите на русском. Очень хорошо. Это мужское. Это мужское. А это женский. Вот. Это классический. Он шикарный. Он долго держит. Даже в магазине девушки говорят на русском языке. Так. Ну ладно. Все. Такс-фрим мы прошли. Все. Мы пошли завтракать в фуд-маркет. Да, но сегураменте. А, спасибо. Так. Все. Мы позавтракали в рыбарту. Ну вот это вот все. Оставки завтракали. Оставки завтракали. А вот это... Вот это деревянная ложка. Бумажная тарелка. И стаканчики. Пластика уже нет. Чай пьем. Сидим, около нас все трудно. Мамма миа, да. Все работает нормально. Пандемия дала. Все хорошо. Вот такой вид на аэропорт. Магазины работают все. Но не все, но многие. Такие. Сколько стоит такая прелесть? 16 евро. А что вообще еще не стоит? Такие оги тепленькие. А сколько стоит? 24 евро. Огромный бургер Кинг. Но там никого почти не стоит. Вот стоит Райаннер. Много места в аэропорту. И народу не так много. Вид такой на кафе. Выход из 22. Выход из 22. Выход из 22. 25. Много места. Уфа. 6. 12. Уфа. 11. 12. 14. 14. 15. 10. 15. 15. 13. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok